Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет в этом Спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. А пока хочу вам представить наших сегодняшних героев. Варвара, 9 лет, ученица третьего класса. Увлекается танцами и бисероплетением. Ярослав, 8 лет, учится во втором классе, любит решать сложные математические задачи и плавать. Варвара, Ярослав, привет! Привет! Я знаю, что для того, чтобы попасть в страну безопасности, вы уже выдержали первое испытание. А сейчас я хочу рассказать, что вас ждет сегодня. Вы будете бороться за звание экспертов по детской безопасности еще с четырьмя парами участников. Вам предстоит пройти через четыре опасные зоны. И та пара, которая справится лучше и наберет больше баллов, отправится сначала в полуфинал, а потом и в финал. Оценивать вас буду я и мой помощник Спасайка. За полный и правильный ответ можно получить по три балла. А еще я могу дать вам дополнительные баллы за отличную игру или забрать их у вас за неспортивное поведение. А сейчас пора начинать. Прямо сейчас я предложу вам выбрать тему первого боя. Итак, внимание на экран. Тема номер один – это опасность дома. Вторая тема – природные стихии. Третья тема – это правила поведения на улице. И последняя тема – опасность на природе. Давайте выбирать! Итак, вы решили попробовать свои силы и выбрали тему природной стихии. А какие природные стихии вам известны? Молния, вода, огонь, лед. Синек! А еще? Град. А когда дождь идет, что еще вот ветки ломает, деревья ломает? Молния. Для того, чтобы вам помочь, я хочу показать вам небольшой мультфильм. Смотрите внимательно. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. А сейчас, друзья, мы отправляемся на прогулку. Похоже, ребята, начинается сильный ветер, который бывает очень опасен. Что делать в такой ситуации? Если о сильном ветре вы узнали дома по радио, телевизору или в интернете, взрослые это называют штормодом предупреждения. По возможности, не выходите на улицу. Закройте форточки, чтобы не было сквозняков. А если сильный ветер застал вас на улице? Быстро укройтесь в ближайшем здании, подъезде, магазине, кинотеатре или подземном переходе. Спрятавшись в помещении, старайтесь не стоять возле окон. Ведь любой предмет, переносимый ветром, может разбить текло. И все, кто находится рядом, будут травмированы осколками. Если нет возможности укрыться в помещении, спрячьтесь в канаве или яме. Прижмитесь к земле, а голову закройте руками. Держитесь подальше от крупных сооружений, мостов, линий электропередач и рекламных щитов. А нас ждет следующее испытание. Начинается дождь. Приближается настоящая гроза. Во время дождя и грозы ни в коем случае нельзя бегать, играть, заниматься спортом и кататься на велосипеде. Наверное, вам не раз приходилось слышать от взрослых такую фразу «Дождь льет, как из ведра». Вот это как раз наш случай. Лучше всего в такой ситуации вернуться домой или переждать непогоду у друзей. Если путь домой не близкий, не расстраивайтесь. Вы можете спрятаться в ближайшем магазине, аптеке или подъезде. А когда вернетесь домой, первым делом переоденьтесь в сухую одежду, чтобы не заболеть. Ребята, я надеюсь, спасайку вы слушали внимательно. Если так, то с легкостью ответите на мой первый вопрос. Как правильно себя вести, если сильный ветер застал вас на природе? Спрятаться в магаз... Ой, на природе? Да, на природе. Спрятаться в какую-нибудь ямку? Ну, может, спрятаться в подъезд, в какой-нибудь магазин? На природе? Внимательно. А, на природе ты ж. Думай. Думаем, думаем. Что спасайка вам рассказывал? В яму, в обрыв какой-нибудь. В обрыв. В канаву правильнее будет. Можно сесть на корточки. Правильно, Варя. Спрятаться в яме, в овраге, накрыться вот так вот руками. Сесть на корточки. Правильно. Так, подводим итог. Если все-таки вас сильный ветер застал на природе, правильно, как сказал Ярослав, стоит присесть, спрятаться во враг, накрыть голову руками. Если рядом находятся линии электропередач, держаться от них подальше. А также стоит избегать отдельно стоящих деревьев. Итак, ребята, подводим итоги первого конкурса. За правильной ответой вы заработали 2 балла. А теперь наступило время второго испытания. Из трех вопросов вам нужно будет выбрать верный. И сделать это за максимально короткое время. Итак, внимание, вопрос. Если вдруг сильный ветер застал вас в городе, далеко от дома, как правильно себя вести? Первый вариант. Звонить 101 или 112. Второй вариант. Быстро сесть в общественный транспорт. Третий вариант ответа. Укрыться в помещении, встав подальше от окон и переждать. Итак, еще раз варианты ответа. Первый вариант. Звонить 101 или 112, сообщать спасателям о том, что начался сильный ветер, и вы находитесь в городе, стоите. Второй вариант. Сесть в общественный транспорт и уехать домой с родителями. И третий вариант. Это укрыться в помещении, встав подальше от окон и переждать стихию. Третий. 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 Кто его озвучит? Я. Прятаться в подъезде. Где? И переждать стихию. А если он неделю будет лить? Ты представь. Сильный дождь и ветер, представляешь, целый. Вот испортилась погода на неделю. Голода. Так какой все-таки правильный вариант ответа? Второй. Уехать на машине. Значит, второй. На машине или сесть в общественный транспорт? В общественный транспорт. Автобус, либус или маршрутка? Два обсудим. Правильно. Ярослав, ну обсуждайте, конечно. Два, 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 два. Так, третий, это получается, надо спрятаться, можно спрятаться где-нибудь. А если дождь будет, два или три дня. То есть, получается, надо второй выбирать. Давай. Выбираем второй. Второй. Верно, ребята, конечно же. Правильный будет сесть в общественный транспорт и направиться домой вместе с родителями. Ребята, вы молодцы. В этом конкурсе можно было заработать два балла, и вы их заработали за то, что правильно быстро ответили на мой вопрос. Ну и напоследок загадка. Тоже про природное явление. И здесь нужно быть особенно внимательным, потому что за правильный ответ можно получить три балла. А если вы ошибетесь, то я один балл у вас заберу. Огненосная стрела дуб свалила у села. Огненосная это скорость. Огненосная стрела дуб свалила у села. Огненосная, но скорость. Скорость загонит. Природное явление, ребята. Огненосная это скорость. Да, будет. Ну я же тебе говорю. Молодцы, правильно. Итак, в первом конкурсе вы заработали два балла. Во втором ваша копилка пополнилась еще на два балла. Ну и в третьем три балла, максимально возможное число. Считаем, сколько получилось? Че. Уверены? Да. Но? Да. Хорошо. Правильно. И Спасайка сейчас внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю в борьбу за звание эксперта по детской безопасности вступит вторая команда. Так что скоро увидимся. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин